Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему иностранного творчества. Что-то нас потянуло на что-то иностранное. Бабно... Не знаю, кто такой. Эдамэйм совместно с Рич Брян и Мао. Что-то такое китайское мне навеяло. Ну, возможно, что будет музыка забанена, а может нет. Ну, давайте посмотрим вместе. Вот это только что вышло, а так как российского мало, будем слушать иностранное. Ой, это такое, правда, чисто... Такое молодёжное сразу чувствуется. Вот рост пошёл сразу хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот знаете, есть треки, которые хочется узнать о чём, потому что вот в клипе очень много напихано, чего увидел, то и запихал. Вот такое ощущение. И в этом случае иногда ты смотришь трек, и тебе не надо знать смысл, тебе достаточно атмосферы. А иногда... Или ты сам понимаешь по клипу, что там вообще о чём. А здесь вот просто напихали всё подряд и думаешь, про что это? Субтитры сделал DimaTorzok Вот знаете, друзья мои, что ещё хочу сказать? Вот вроде казалось и чё-то тут меняется, и мотивчик, и всё, но как-то обыденно, и вот не знаю, чё-то неинтересно, вот не знаю. Как-то хочется уже выключить. Вроде как бы всё прилично, но на самом деле ничего хорошего. Обычно я иностранцев так не критикую, но чё-то как-то неплохо, но одинаково, обыденно. И такое ощущение, что вот это вот я уже слышала лет 10 назад, и хоть она и более молодёжная, так она и есть эти 10 лет назад, как будто вот я это день и ночи слушаю. Как будто, знаете, это гости из 90-х, вот так. И Шрек тут, не знаю. Ну вот как бы вроде всё неплохо и мелодично, и всё как надо, но вот говорю, не хватает какой-то изюминки, а однотипность, вот как будто я услышала в 90-м, и до сих пор это и слушаю. И вот в клипе напихано, и Шрек, и чё, про что это. Вначале вроде как чёрный плащ был, потом кто-то другой. Ну в общем, короче, не знаю, чё сказать, ничего. Ну так, средненько, вот так бы я сказала. Всем пока.